Итак, сначала тема у нас, в принципе, про весну, а витаминоз, вернее, гиповитаминоз, витаминизацию. Сейчас мы все это разберем. Так, сейчас посмотрим. Нет, у меня перескакивает. Сейчас, подождите. Вот. Виктория, я спрашивала, косметологи или слушатели, или не косметологи, было интересно просто для того, чтобы понимать, как конкретно рассказывать. То есть, понятно, что для косметологов я рассказываю больше о том, какие мы можем сделать процедуры для пациентов. Для, ну, сейчас в условиях карантина это не так актуально, да, для простых людей я больше рассказываю, что мы можем сделать дома. В любом случае, любой косметолог, он в то же время является простым человеком, да, у него тоже может быть гиповитаминоз. И сейчас мы рассмотрим, во-первых, понятие гиповитаминоза и авитаминоза, какие витамины за что отвечают, где их брать. Ну, это, в принципе, в интернете легко найти. И мы поговорим, так как сейчас вы не можете лично, да, помогать своим пациентам, да, потому что, как я понимаю, по всей России все закрылось. То есть, я узнавала в разных областях, все косметологические салоны закрыты и клиники. И, соответственно, вы можете своим пациентам помогать онлайн, поддерживать их, отвечать на вопросы, делать видео, прямые эфиры, писать посты в соцсетях и так далее. Даже можно написать какой-то пост и сделать рассылку, если вы занимаетесь рассылками. Каждый специалист очень по-разному коммуницирует со своей целевой аудиторией, да, то есть с нашими пациентами, нашими клиентами. И поэтому, ну вот, напишите, вы, у вас есть соцсети, вы находитесь в онлайн, как бы, контакте с пациентами. То есть, есть ли ваш телефон у ваших пациентов, есть, подписаны ли они на вас в соцсетях, пишете ли вы что-то в соцсетях. Так, вот у меня сейчас пишет, что нестабильное соединение, я не понимаю, почему, но посмотрим. Вот у Лилии все есть, как у меня, например, да, то есть у моих пациентов есть, они подписаны на меня в соцсети, в соцсетях я пишу и полезные разные посты, и какие-то новости, и расписание свое, там и так далее. Когда в отпуск ухожу еще что-то, в соцсетях можно написать мне в личку, я отвечаю на вопросы какие-то, еще что-то могу ввести онлайн-консультации, особенно сейчас это актуально. Вот Виктория пишет, что у нее есть только мессенджер, то есть, в принципе, ей можно написать только лично, да, только лично задать вопрос. Это получается не так массово, я вас вот сейчас такое время, что нужно переходить, действительно, пересилить себя, да, и выйти за рамки вот этого классического, скажем так, врачевания, классического общения с людьми, да, когда с глазу на глаз в кабинете только вас как-то нашли по сарафанному радио, кто-то посоветовал еще что-то. Сейчас, вот именно сейчас, да, в ближайший месяц имеет смысл развивать соцсети, потому что личные контакты сейчас запрещены, зато в соцсети сейчас пойдут люди, которые будут узнавать, что им делать дальше, как им дальше жить, каких они будут выбирать специалистов и по какому, как бы, по каким критериям. И критерий сейчас будет основной, это не доброта, не красота, не еще что-то, а это наличие соцсетей, наличие контакта с пациентом, не только дружеского там какого-то, а именно наличие возможности контакта в соцсетях. Вот. Поэтому я вам очень рекомендую. Можете заходить на странички того же Гильтека, как там ведется, на мои странички все возможные, это и Ютуб, и Телеграм. Гильтек, кстати, открыл канал в Телеграме, там в конце будет ссылочка. И в ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Единственное, где меня нет, это одноклассники. Вот. Так, поехали теперь все-таки про это минус. Итак. Фотопродуктов вы можете... Смотрите, Виктория, да, хороший вопрос. Можно ли брать фотопродуктов гильтековских? Вы заходите, например, в Яндекс.Картинки, пишите название продукта, и там у вас в Яндекс.Картинках выходит очень много картинок, да, вот как я вставляю картинки в PDF, ну не в PDF, в PowerPoint презентацию. Я просто в Яндекс.Картинки захожу, пишу название продукта, там, например, кремовлажняющий гильтек, и мне выходит миллиард фотографий. Я выбираю самую красивую, без каких-то левых надписей, где все читабельно, где все это, сохраняю у себя на компьютере, там, или на телефоне, и выкладываю, конечно же, делаю с ней презентацию, или пост какой-то пишу, или еще что-то. Вот. То есть ссылки на сайт, безусловно, потому что у нас сайт абсолютно открытый. Сейчас, кстати, до сих пор работает доставка. Это очень сложно, потому что сейчас очень мало кто-то что-то доставляет, и все, наоборот, очень перегружены, все деливери-компании. И я просто подглядываю, как гильтек живет, да, как общается, там, отдел маркетинга, отдел продаж, хоть я, вот, и бывают проблемы с доставками, но они очень редкие. То есть просто надо, там, подольше подождать, но доставка все еще существует, она работает, и она будет работать. Гильтек не закрылся, то есть для Москвы это очень удачно. Гильтек не закрылся, потому что гильтек, в первую очередь, производитель не косметики, а в первую очередь, производитель медицинских гелий для УЗИ, для ЭКГ, для электроэнцефалограммы, например, и так далее. То есть для всех функционально, для любой функциональной диагностики. И сейчас, когда больных гораздо больше, чем раньше, конечно, и нагрузка на фирму гораздо больше. Вот, фотобанк, ну, фотобанк вряд ли вам будут высылать из фотобанка какие-то фото, это надо лично в Гильтек обращаться. Так, итак, что такое гиповитаминоз? Это болезненное состояние, возникающее при недостаточном поступлении в организм витаминов по сравнению с их расходованием. То есть расход в организме может быть такой же, как всегда, да, но по каким-то причинам человек стал меньше их потреблять. Либо расход увеличился, а человек потребляет все так же, да, то есть есть разница. Мы можем не заметить состояние гиповитаминоза, потому что наш рацион не изменился. Понятно, что в гиповитаминоз подают те, кто меняет свою диету, например, ну, либо он всегда у них был, например, люди, которые едят булки. У них будет гиповитаминоз по витамину С, потому что, ну, в булках нет витамина С. Ну, и там, железа в них нет, да, в них витамины группы В зато много есть. То есть нужно понимать, что не только люди, которые сели на диету, либо которые неправильно питаются, могут попасть в состояние гиповитаминоза. Но и люди, у которых изменилась ситуация. Вот сейчас нервная ситуация, да, кто-то там больше нервничает. Опять же, сидит дома, меньше свежего воздуха, меньше прогулок. Меняется физиология организма, меняется потребление витаминов. То есть гиповитаминоз может наступить просто так из-за изменений именно в самом организме, а не только в питании. Итак, вплоть до авитаминоза. То есть отсутствие в диете эссенциальных, это значит необходимых, но не синтезируемых организмом витаминов, приводящих к резкому ухудшению здоровья. Ну, авитаминоза в современном мире практически не бывает. То есть вообще не бывает. Это нужно либо голодать месяцами, либо еще что-то, тогда, да, тогда может начаться какой-то авитаминоз. Потому что, в принципе, витамины группы В вырабатываются в кишечнике, но они прекрасно, в принципе, всасываются из кишечника. И те, кто едят булки, опять же, злаковые, да, злаковые мы, это, ну, большая часть рациона российского человека. То есть это макароны, хлеб, каши. Мы, в принципе, по витаминам группы В обычно сильно не страдаем. Единственное, могут быть отклонения от нормы у людей, которые потребляют алкоголь достаточно часто. То есть не буду называть их алкоголиком, достаточно просто пить много алкоголя. Тогда будет недостаточность типа В1 и В6. Из анализов, которые я в последнее время назначаю пациент, частенько бывает нехватка витамина В12. Но он содержится не в злаковых, он содержится в животных. Он из растительных источников плохо поступает в организм, плохо всасывается. Он больше поступает именно из животных разных продуктов. То есть в основном мясо, печень, продукты. И те, кто вегетарианцы, у них, конечно, недостаток по В12. Те, кто просто мало мяса ест и больше ест, например, рыбы, у них может быть недостаток по В12. И в итоге это выливается, конечно, в анемию, в скрытые анемии и так далее. По фолиевой кислоте я ни разу не видела недостаточность. Бывает чуть ниже середины нормы, но прям недостаточность. То есть именно гиповитаминоза я не видела. То есть как бы российский человек нормально потребляет фолиевую кислоту. Понятно, что по витамину С у нас, так как мы живем в северных широтах, то по витамину С у нас, да, у нас недостаточность частенько бывает. Те, кто не едят рыбу, те, кто мало едят орехи, те, кто мало едят какие-то растительные масла, у них недостаточность по омега-3 жирным кислотам. Это не совсем витамин, но это нутриент, который очень важен для работы всего организма. Ну, то есть вы понимаете, что когда кричат про витаминоз, это ошибочное название скорее гиповитаминоза. И то, что гиповитаминозы могут быть и из-за диеты неправильной, и из-за состояния организма, когда просто организму надо больше потреблять витаминоз. Например, в условиях болезни, в условиях стресса и так далее. В условиях больших физических нагрузок. Вот сейчас на врачей, которые работают в больницах, да, вот косметологов пока, врачей-косметологов, термотологов пока не призвали на фронт, скажем так, но могут. Но вот у остальных врачей, конечно, нагрузки увеличились, поэтому их нужно витаминизировать. Итак, расскажу про витаминозы немножко. Сейчас пытаюсь брать. А витаминоз по витаминам С – это достаточно известная вещь, когда-то была у моряков. Это цинга, которая сопровождалась кровоточивостью дёсен, выпадением зубов, различными синяками, ну, то есть нарушением иммунного ответа. Ну, иммунный ответ мы не видим глазами, да, но мы можем увидеть, что нарушается... Ну, вот в первую очередь у моряков была проблема с зубами, с дёснами. То есть всё это было такое рыхлое, кровоточащее, и в итоге выпадали зубы. Ну, аномия тоже. Дело в том, что, да, мы все помним, что в аномии участвует у нас железо, в аномии участвует В12, фолиевая кислота забывают, что... ну, в смысле их недостаточность. Забывают, что также, когда есть аномия, то чаще всего не хватает ещё и витамина С может не хватать, ацинка, меди может не хватать. То есть нужно смотреть широкий спектр и витаминов, и микроэлементов, потому что в обмене, транспортировке железа в организме участвуют около 30 различных ферментов. А фермент состоит... ну, в составе фермента могут быть как витамины различные, так и микроэлементы. И при недостатке хотя бы одного из этих ферментов мы получаем уже какую-то аномию, которая может быть скрытая, может быть явная. Витамин А. Тоже всем известная. Витамин С – это куриная слепота. То есть когда мы не видим в темноте. И здесь скорее какие-то индивидуальные особенности, плюс, ну, почему-то люди не ели морковку. А также витамина содержится в очень многих животных продуктах. Это и яйца, и печень, например. То есть я не могу себе сейчас представить, как можно получить авитаминоз по витамину А. То есть это скорее какая-то генетическая особенность, когда витамина не всасывается в кишечнике. Плюс еще и человек почему-то не любит, например, эти продукты, да, то есть там тыква, хурма, перец, ну, то есть все вот такое оранжевое, красное, все содержит витамина, провитамина, неважно, это все в организме все равно витамина превращается. И почему-то в организм не всасывается. Честно видела, даже когда брала анализ у девушки, она была на низких дозах ретиноидов, там всего 10 мг в день, у нее был снижен витамина в анализе. То есть у нее почему-то идет плохое всасывание, плохая усвояемость и преобразование в организме витамина А, да, то есть это какая-то генетическая особенность. Но это вот скорее редкость. Витамин В1. Болезнь, бери-бери. Это невриты, то есть тут уже мы с вами не сможем, но это тоже, это настолько редкое, то есть это чаще у алкоголиков бывает. Витамин Д. Мы все знаем про рахит, безусловно, да, у детей сейчас, да, есть гиповитаминоз по витамину Д, когда витамина Д меньше, а нехватка это когда от 50 до 30, недостаток это когда меньше 30, ну, гиповитаминоз меньше 30. Когда человек не принимает витамин Д или принимает там 2000 международных единиц в день, то когда сдает анализы, то видит обычно не более 20-22. То есть у наших людей, мы живем на севере, как бы там не казалось, что у нас есть лето, у нас север. Нехватка по витамину Д у всех, поэтому нужно принимать не менее 10 тысяч, хотя по рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, 4-5 тысяч это прям максимум, да, который можно принимать. На самом деле это по всему миру, но мы живем на севере, нам надо больше. И у пожилых людей, а также у полных людей увеличивается именно потребляемость витамина Д, плюс у пожилых людей ухудшается всасываемость витамина Д из кишечника, поэтому нужно принимать еще больше в разных формах, не только БАДы, но и есть больше продуктов, которые содержат витамин Д. Плюс, в принципе, есть инъекционные формы, но они не зарегистрированы в России, поэтому как бы они вроде есть, вроде бы их нет. Это есть турецкий препарат ДВИД и есть итальянский препарат ДИБЕЙС, которые колятся внутримышечно раз в месяц. Вот эти препараты очень хороши для пожилых пациентов, то есть это для наших мам, бабушек и так далее. Татьяна, отличный вопрос. Сколько по времени принимать? Пожизненно, пока вы не уедете жить в Таиланд, в Африку, еще куда-нибудь, где солнце круглый год, где, понимаете, витамин Д – это не только то, что на нас светит солнышко. Дело в том, что витамин Д вырабатывается во всех живых организмах, в том числе в любой… Ну, не в картошке она под землей, да, не в морковке она под землей, а в любом, не знаю, там, помидоре, огурце, свининке, которая бегает на солнышке, да, не в сарае в темном живет. То есть если вспомните, как у нас растут продукты питания, то мы понимаем, что витамина Д в них практически нет. За границей, например, возьмем Израиль, да, там солнце круглый год, там вся пища богата витамином Д, то есть плюс солнце еще есть, да, и даже если мы будем работать дома, особо никуда не выходить, то все равно из еды мы будем доставать этот витамин Д. В России из еды мы вообще не получаем никакого витамина Д, а 90% витамин Д мы получаем не из кожи, а из пищи. Из кожи мы здесь тоже ничего не получаем, потому что голыми мы не бегаем, и лета у нас тоже нет круглый год. Вот, поэтому принимать по жизни. Вы можете перестать принимать, если поедете в Таиланд, на море, там. Не обязательно брать с собой таблетки. Виктория спрашивает, можно ли рыбий жир. В принципе, витамин Д, который продается в аптеках или в БАДах, ну, это, в принципе, БАД, либо там тот же Акватотрим или другие препараты, которые в аптеках, в жидке продаются, но их неудобно жидке принимать. Много очень капель надо. Он сделан обычно из рыбьего жира, потому что витамина Д действительно больше всего в рыбьем жире. Но если просто пить рыбий жир, там не так много витамина Д. То есть лучше, если вам очень нравится рыбий жир, пейте. Но дополнительно, ну, посмотрите на бутылки, сколько там витамина Д в одном миллилитре, там, или в ложке, или еще в чем-то. Вы видите, что витамина Д там мало. Допустим, 125 международных единиц или там 1000 международных единиц столовой ложки. То есть вам нужно съесть минимум, когда у вас норма витамина Д, чтобы ее поддерживать. Вам надо съесть 5 столовых ложек, например, рыбьего жира. Ну, я не смогу, у меня на рыбу аллергия, я умру. Поэтому я предпочитаю есть маленькую таблеточку, в которой 10 тысяч единиц. Или там маленькую таблеточку, в которой 5000 единиц. И, соответственно, не мучиться. Так, по витамину Д, надеюсь, понятно, но мы к нему еще вернемся. Вот, витамин ПП или никотиновая кислота. При ее недостатке мы получаем пилакру. Это различные дерматиты, диарея, деменция. Тоже ничего приятного нет, но в целом тоже этот витамин достаточно часто встречается. Даже, вон, с детства всем известный пантин ПРВИ с витамином ПП и В5. Вот, то есть, ну, достаточно хорошо распространенный витамин. Сейчас этого нет. Хотя никотиновая кислота участвует в очень многих реакциях. Неоцинамид, никотиновая кислота, в том числе в выработке коллагена, в том числе в различных реакциях в головном мозге. То есть, нужно поддерживать действительно ее наличие. Пожилым людям очень хорошо пробивать курсы никотиновой кислоты. Там буквально одну таблеточку в день, в течение месяца. И потому что она улучшает еще микроциркуляцию очень хорошо. А у пожилых, у, например, больных с сахарным диабетом, при различных нейропатиях нарушена микроциркуляция. Вот, чтобы не было некрозов, уже перейдем к моей старой хирургической практике. Ну, чтобы лучше кровоснабжалась кожа, все пальцы, там, все, органы, мозг. Никотиновую кислоту очень хорошо пробивать курсами. Вот ее не надо постоянно пить, вот ее курсами. Витамин Д нам нужен постоянно. Тем более, витамин Д – это же не только рахит, конечно же, безусловно. Это и работа всей эндокринной системы, он ее контролирует и нормализует. И иммунная система в том числе, а также это противоопухолевый иммунитет. Доказано, что при нехватке витамина Д, при сильной нехватке, у человека развивается очень много кератом на коже. Это предрак, то есть это доброкачественные опухоли кожи. В том числе могут быть и рак кожи. Я видела сочетание множественных кератом с раком груди неоднократно. Поэтому смотрите, берегите себя. Витамин Д действительно очень важен и вашим пациентам в том числе. Мы живем в климате, где витамина Д просто нет, а он нужен. Так, это были авитаминозы, сейчас гипавитаминозы. У них уже нет такого названия, да, как при авитаминозах, то есть там витамин Д это рахи, там пелагра, берибери, цинга, да, то есть им уже не дали никакого названия, но у них есть определенные признаки. Можете, соответственно, не знаю, сфотографировать этот слайд, себе запомнить, разослать, опять же, пациентам и так далее. Потому что сейчас пациенты сидят дома, они на нервную почву начинают, кто-то есть конфеты, кто-то есть булки, то есть они нарушают свою диету, они меньше едят мяса, потому что там кто-то начинает экономить деньги, они, может быть, меньше едят фруктов и овощей по каким-то тоже причинам, ну, потому что много булок едят, там, не знаю, на гречке сидят. Соответственно, нужно до них донести, что питание должно быть разнообразным, потому что на самом деле только разнообразное питание – это здоровье. И здоровье, это в том числе здоровый иммунитет, сейчас он нам всем очень нужен. Так, так как мы все работаем с кожей, да, то есть мы не будем там сейчас разбирать болезни печени или там нервной системы, да, мы не неврологи, не гипотологи, то если посмотреть на все эти витамины, именно на гиповитаминозы, то мы у каждого гиповитаминоза, по каждому витамину мы увидим изменения на коже, да, то есть витамин А – это сухость кожи и конъюнктивы, то есть когда глаза сохнут, шелушение, фолликулярный гиперкератоз, вот, это тоже важная вещь. Может быть обратная реакция, может быть акне при недостатке витамина А. Но там еще другой механизм, да, то есть там желательно, чтобы тестостерон был повышен, еще что-то ароматаза плохо работал. В2 – тоже шелушение кожи, трещины, сепарейный дерматит, хиелит, ниоцинамид – тоже дерматит, шелушение с ярко-красной кожей. В6 – тоже сухая кожа, шелушение вокруг рта, над бровями, вокруг глаз. Кстати, вот здесь вот когда шелушится, то, возможно, это В6 не хватает. Это очень даже часто бывает, вот, в бровях сухость и между бровей сухость, это чаще всего не хватает В6. Когда хиелита, запомнили, да, что это В2 и В6 тоже может быть. Витамин С. Здесь у нас скорее начинается нарушение в сосудах, так как нехватка витамина С действует, кроме, как я уже сказала, анемии может приводить к анемии, но еще и нарушение выработки коллагена. То есть ломкость сосудов может быть, да. То есть может анемии не быть, ну или вы не можете ее проверить, да, на глаз, в принципе, если она небольшая, скрытая, там не будет такой бледности какой-то адской, или там усталости, да. Но вот слабость сосудов, тонкие сосуды, ломкие сосуды – это мы всегда видим. Пациент может жаловаться на то, что от любого, не знаю, там, нажатия сеньги могут образовываться, при этом никаких гематологических проблем у него нет. То это говорит о том, что, скорее всего, нехватка витамина С. То есть коллагенопатия и витамин С желательно добавить в рацион и продукты, которые его содержат. Витамин Д, ну тут тоже сухость кожи, тоже. Заметили многие девочки, особенно те, которые с атопическим дерматитом, с тяжелым особенно, что при нормализации, не тогда, когда она начала пить, да, и такая через неделю, о, да, я заметила. Нет. При нормализации уровня витамина Д, то есть это проходит месяца 3, иногда 6, по-разному, восстанавливается кожа, восстанавливается увлажненность кожи. То есть кожа становится не шелушащейся, не сухой, становится более нормальной. Это также происходит и при псориазе тяжелом. Поэтому у кого есть такие пациенты, тоже следите за их уровнем витамина Д. Или, ну сейчас следить сложно, назначайте профилактически. Тем более, опять же, витамин Д участвует в иммунном ответе, поэтому сейчас всем надо пить витамин Д. После уже карантина можно сходить проверить. 25-ОН-Витамин Д3 анализ называется. Сейчас, правда, большинство лабораторий дают анализ, там, общий витамин Д, это Д2 плюс Д3. Там сложно, то есть сказать, делите на 2, можно, но примерно придется делить на 2, чтобы узнать цифру витамина Д3. Очень мало лабораторий, которые дают правильный, четкий анализ именно Д3. А нас интересует только Д3. Витамин Е. Опять же, сухость кожи, это даже, в принципе, все знают, потому что все знают, что витамин Е в кремах используется как раз от сухости кожи. Нарушение барьерной функции кожи, что это значит? Это как раз аллергические реакции на кожу и акне в том числе. Плохое заживление ран, дряблость, пигментные пятна. Вот все помнят про то, что пигментные пятна надо лечить витамином С, да, потому что он обладает отбеливающими свойствами. И все забывают про витамин Е. А вот пигментные пятна, ну, если на лице, там, может быть, могут быть разные, тоже непонятно, веснушка это или пигментное пятно. Но если вы не дерматолог, вы не сможете это понять, то вот на тыльной стороне ладони, когда пятнышки пигментные, даже еще вот здесь их может не быть, да, у пожилых людей они уже везде, но вот здесь, когда появляются, это признак нехватки витамина Е. Вот это вы можете предиагностировать и, в принципе, назначить либо больше продуктов с растительными жирами, то есть там тоже растительное масло, орехи, авокадо, пожалуйста, любые растительные жиры, они содержат витамин Е. Ну, если человек не хочет пить таблетки, да, или если вы не врач и тоже не чувствуете в себе право назначать какие-то таблетки, потому что можно что-то нарушить, да, и это правильно, потому что большие дозы витамина Е могут привести к кровотечению. Соответственно, можно, ну, можно назначать витамин Е, там, можно явить, просто назначить, можно 100 миллиграмм в сутки, это небольшая доза, но при этом у вас уже будет хотя бы какая-то поддержка организма при гиповитаминозе витамина Е, потому что вот эти вот темные пятнышки на тыле кистей – это четкий признак нехватки витамина Е. Что еще вам рассказать, сейчас дальше посмотрим. А, ну и, конечно, понятно, что вы видите, что все это влияет на кожу, то есть мы можем и внутрь давать какие-то витамины, менять диету или, там, назначать БАДы, и, ну, или уколы, например, там, тот же В2, В6 мы можем поколоть и витамин С, но сейчас, наверное, не очень удобно. Плюс на кожу мы можем наносить наружные средства, содержащие эти витамины, да? Ну, все витамины, может быть, не содержатся во всех наружных средствах, но какие-то средства с витаминами мы можем давать пациенту, и в том числе, потому что в кожу проникает быстрее, чем если просто есть. Но, с другой стороны, если мы видим гиповитаминоз на коже, это значит, что гиповитаминоз есть везде. Просто будет быстрее, если мы и внутрь будем есть, и наружно будем наносить. Почему-то на руки все, и наружно везде будем наносить. Так, ну, процедуры... Оксана, запись, конечно, будет, как всегда, на Ютубе выложит, и вам в почту еще пришлют через несколько дней. Процедуры, которые максимально эффективны при гиповитаминозе, да, у косметолога, это, конечно же, форезы. Ну, сейчас, разве что вы можете сами себе делать, если у вас дома аппарат, или если у ваших пациентов есть портативные домашние аппараты, там тот же, даже ультразвуковая терапия, микротоки, гальваника. В принципе, сейчас это распространено, много продается. Косметика Гильтек с ними отлично сочетается, так же, как и с профессиональными аппаратами, да. И, соответственно, вы можете онлайн, чтобы ваши пациенты не запаршивили за время карантина, и были вам, кстати, очень благодарны, и заметили разницу, как делают они дома, и как делаете вы им процедуры, потому что разница, безусловно, есть. То есть ни одна домашняя процедура не заменит профессиональный уход. Но вот сейчас, чтобы не растерять своих пациентов, чтобы они тоже были спокойны за свой внешний вид, вот я специально не накрасилась, чтобы показывать, что я спокойна за свой внешний вид. Даже в условиях карантина, даже без макияжа там и так далее. Даже вот просто руками волосы пригладила, и они у меня лежат отлично вообще. Вот. То если есть домашние аппаратики, вы можете записать видео, как ими пользоваться. Можете рассказать, с какими средствами их использовать. Можете, ну, очень много всего на самом деле рассказать. Те, кто использует профессиональный аппарат, точно так же используются и домашние, в общем-то, только проще. И вам, ваши же клиенты, пациенты будут очень благодарны. Вы поверьте. И никогда от вас не уйдут, потому что это будет уже другой вариант доверия. То, что вы от них не только денег хотите, а именно вам важно их здоровье и красота, да? Потому что в первую очередь это должно быть важно, да? А деньги немножечко вторичны. Так. Массаж. Второе, что мы могли бы предложить нашим пациентам, но мы можем им предложить самомассаж. По маслам и также по кремам, которые содержат жирорастворимые витамины, то есть это витамин А, Е, Ф и Д. Плюс масочки. Тоже сейчас очень много масок. В магазинах, слава богу, еще что-то и осталось. Можно заказывать все еще с доставкой. Какие-то маски. Поэтому можно, кстати, по-моему, еще даже курьеров использовать и даже передать. Можете продать, наверное, своим пациентам. Пока не закрыли передвижение в Москве. Если в Москве. Тоже можно еще даже что-то успеть продать пациентам, чтобы они спокойно пережили там эти полтора месяца карантина. Или месяц, будем надеяться. А сейчас перейдем к продуктам Гильтек. Да, достаточно много. Если посмотреть на составы, а так как у нас еще и новые продукты выходят постоянно со скоростью, достаточно быстрые, действительно, очень хорошие продукты. И каждый следующий продукт настолько хорош, что прямо даже удивительно и радостно. Если посмотреть составы, то очень много наших продуктов содержат витамины. То есть это очень удобно, потому что понятно, что мы сейчас не должны четко ориентироваться только на витамины, на их наличие, чтобы порекомендовать нашим пациентам и на все остальное. Но весной мы должны выбирать из тех продуктов, которые содержат витамины, в том числе. Напишите, пожалуйста, все знакомы с косметикой Гильтек, то есть насколько мне подробно рассказывать про каждое средство. Это для меня не проблема, но просто кто вообще не знаком, тому будет, наверное, сложно, потому что сейчас будет достаточно много средств. и просто человек запутается со всем. Вот, отлично знакомы. Виктория, все использовать, мне кажется, вообще невозможно. Я тоже не все использую, не только в работе, но и на продаже. Кто-то любит одни средства, кто-то любит другие средства. Это все очень, так, достаточно индивидуально, даже для каждого косметолога. К счастью, все хорошо знакомы, вроде бы. Отлично. Я, во-первых, очень рада, что вы со всем знакомы. Я, в принципе, попробовала все, но, знаете, так интересно, когда, ну, мы же тестируем на себе же, да, мы же кролики, когда новые средства используются. Но так интересно, потому что в процессе использования, в процессе, когда продаешь людям, и они используют, даже люди, вот когда новое какое-то средство, они сами находят какие-то новые области применения. Или ты случайно, или твой коллега что-то увидел, какие-то вот нестандартный такой оффлейбл, о котором даже не думал, и тут опачки, а ведь можно и так еще использовать. Получается очень интересно, потому что каждое средство настолько многоплановое, настолько многим оно может помочь, одному этим оно может помочь, другому этим. То есть там от названия мы вообще, вот самое главное, что я вас прошу, это не ориентироваться на название. То есть название, полосочки там, или, например, вот большие буквы антиэйдж, да, вот если гельтонизирующие мы возьмем, не ориентируйтесь на это, пожалуйста, ориентируйтесь только на состав, на консистенцию и на свойства, которые вы получаете от данного продукта. Потому что если вы антиэйдж скажете использовать девушке 20-летней, да, то есть вот гельтонизирующей, вы 20-летней девушке там, не знаю, с акном, например, или вот сейчас витаминоз, она курит еще, допустим. Потому что когда куришь, то снижается, вернее, не снижается потребление витаминов, повышается, не снижается всасывание витаминов, повышается их потребление. В мегаполисах повышается потребление. Вот я думала, как вам объяснить про потребление. зависит от образа жизни, от места жизни человека и так далее. То есть от насыщенности воздуха кислородом, от насыщенности воздуха тяжелыми металлами, различными выхлопами и так далее, от того, курит человек, не курит человек, от того, занимается спортом, не занимается спортом. То есть вот от этого всего зависит потребление нашим организмом витаминов. И эмпирически можно, в принципе, угадать, кому чего нужно больше. То есть курильщикам, безусловно, нужен витамин С, нужны все витамины. Ну, все витамины являются, в принципе, антиоксидантами, но вот они все будут нужны. Нужно больше овощей, нужно меньше булок, да, то есть нужно больше живых и животного происхождения, то есть и овощей, и фруктов, и мяса. А вот злаки можно поменьше, потому что они не являются такими сильными антиоксидантами. Там нужно больше антиоксидантов. Вот омега-3 надо им тоже очень сильно, и витамин Д им надо. Короче, все им надо, не курите. Итак, почему нельзя ориентироваться, да, вот гель тонизирующий, антиэйдж? Во-первых, если девушка в 20 лет и так прекрасно тонизирована, ничего у нее не обвисает, она говорит, зачем мне этот антиэйдж, гель для старушек, у которых все уже потекло лицо, да, у нее в голове такой вопрос, и она думает, что за косметолог такой странный, это меня старые обозвали или что? Но, да, объясните, что это просто название, это просто, ну, так получилось, да. Вот, тонизирующий гель назван за счет солей, он дает лимфодренаж, и, соответственно, немножко получается меньше висит лицо от отека, да, и мы видим лифтинг, на самом деле это лимфодренаж. То есть только поэтому гель назван тонизирующим. В принципе, да, как тонус кожи, это витамины. В общем, не придираемся к словам, смотрим только на составы и, соответственно, на свойства. Гель содержит гиалуронку, как всегда, в принципе, все наши гели, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, которая увлажняет. Витамины А, С, Е, то есть он действительно витаминка, витаминный гель. Соль и грязевого озера Островное, которые дают еще и лимфодренаж. Сейчас, кстати, когда все сидят дома, меньше двигаются, меньше получают свежего воздуха, плюс нервы, а нервы дают нарушение микроциркуляции, то сейчас мы получаем больше отеков, ну и, конечно, худшую витаминизацию. Поэтому вот этот гель прям, он не просто так на первом месте у меня здесь, потому что он сейчас подойдет всем. У меня, правда, его нет. Но он действительно подойдет всем. У кого беспокоят еще сильные отеки, можно прям большую бадью купить, чтобы не задумываться и мазать и на лицо, и на тело. Потому что он будет хорошо еще увлажнять и тело в том числе. А теперь к новинкам, да. Очень похожий, ну как очень похожий, похожий по составу за счет витаминок, тоже АЦЕ, антиоксидантный коктейль Витаматрикс. Это легкий крем. То есть это уже не гель, да, не гель-сыворотка, а крем-сыворотка. Ну, здесь не смотрите, что нитритбора первым стоит. Это просто светоотражающие частицы. Захотелось сделать немножко какой-то красоты, чтобы было лицо как-то более, не знаю, не таким зимолистоматовым, да. Здесь, соответственно, тоже высокомолекулярная гиалуроновая кислота, аскорбиоглюкозид, это витамин С в стабильной форме, литинилопульметат так же, как и в гелетонизирующем, токоферилоцетат, всегда у нас это витамин Е. Что здесь еще? В отличие от геля, да, мы имеем, это масло сладкого миндаля. То есть масло лица будет восстанавливать липидоэпидермальный барьер, будет делать легкую пленочку, то есть для сухой кожи. То есть если мы выбираем, если жирная кожа у человека, то мы не то, что прям совсем не рекомендуем, но с осторожностью применяем антиоксидантный коктейль, потому что это все-таки крем, да, жирной коже крем не нужен, но у нее свой крем есть. Если же кожа нормальная или сухая, или зрелая кожа, она всегда, в общем-то, сухая, то с удовольствием применяем этот крем, это матрикс. Еще хотела вам рассказать про такой компонент, как сукцинат. Сукцинат – это соль янтарной кислоты. Что такое янтарная кислота? Дело в том, что янтарная кислота, она участвует в клеточном дыхании, в цикле Крепса. И, соответственно, когда мы используем янтарную кислоту, не знаю, внутрь, наружно, неважно, в любом случае, если мы ее используем, то мы улучшаем клеточное дыхание. То есть ускоряем цикл Крепса, улучшаем цикл Крепса. И сейчас, пока мы сидим дома, у нас все замедлилось и все стало таким вяленьким, это очень важно улучшить именно работу клеток. Потому что клеточное дыхание, это в кавычках, это работа митохондрий. Цикл Крепса у нас работает только в митохондриях. Мотохондрии – это наши клеточные электростанции, скажем так, которые вырабатывают энергию. Энергию АТФ, динозин-трифосфата. Вот. Есть препараты, например, и инъекционные с сукцинатом. То есть это не то, что вот мы придумали, положили немножко. Это давно исследованные препараты. Есть еще, по-моему, с советских времен, но энтарная кислота, она производит, по-моему, тот же производитель, что и глицин выглядит. Также тоже большие такие палетки с маленькими белыми таблеточками, которые рассасываются. То есть это все давно известно, давно исследовано, хорошо забытое старое, как говорится. Да, потому что тот же глицин, кстати, сейчас тоже я вам очень рекомендую. Он не просто будет успокаивать, он тоже помогает в условиях стресса нормализовать работу мозга. Поэтому антиоксидантный коктейль – это и омолаживающее действие, и для тех же курильщиков очень отлично антиоксидантное действие, и увлажнение здесь, витаминизация кожи, восстановление липидоэпидермального барьера. То есть тоже практически для всех, кроме жирной кожи. В принципе, смотрите, у кого пигментация. У нас еще в процессе регистрации мы уже точно все, по-моему, исследовали, протестировали сыворотку от пигментации. У нас будет две сыворотки, одна с ретинолом, другая без ретинола, которые будут использоваться при пигментации. Просто тоже сейчас важно, сейчас началась весна, солнышко, пигментация. И пока нет этих продуктов, можно использовать... А пигментация – это не тупо добавьте витамин С, вот поверьте. Это сложный процесс, в нем участвует эндокринная система. И, опять же, очень многие витамины, микроэлементы и так далее. Поэтому я очень рекомендую при пигментации сочетать гельтонизирующий с антиоксидантным коктейлем. Не только при пигментации, просто для зрелой кожи, для кожи курильщика, при различных диетах, когда кожа стала какой-то вялой, дряблой, там бледной никакой. И вот при пигментации тоже очень рекомендую, потому что восполнение всех недостаточностей, а там будет восполнение недостаточности и по витаминам, и по микроэлементам, потому что в тонизирующем геле, там, соли, будет потихонечку улучшаться состояние кожи в плане пигмента. Антикуперозный гель. Уже давно не новинка, но напомню, что в нем есть витамины ПП и С, то есть опять С и никотиновая кислота, не ацинамид. Как вы помните, они участвуют в выработке коллагена. То есть здесь сейчас мы говорим не про сосуды, понятно, что антикуперозный гель хорош для сосудов, но он почему хорош для сосудов, потому что он улучшает состояние коллагена нашего. И если есть коллагеназы какие-то, или человек вот сидит, жрет булки, то антикуперозный гель тоже можно купить большую упаковку, ну, 200 мл самая большая, и наносить и на лицо, и на тело, потому что сосуды на лице обычно, ну, это купероз, а на теле-то все ноги в сосудах, и ноги больше, чем лицо, поэтому очень рекомендую. Всем еще большая упаковка 200 мл есть. Они могут иногда пропадать из продажи, потому что они, допустим, закончились, но 200 хватит все равно, на пару месяцев хватит на тело. У геля расход не такой большой. Очень его рекомендую также беременным женщинам на область живота, бедер, то есть там, где кожа испытывает, да и груди, где кожа испытывает максимальное растяжение из-за беременности, и начинать желательно сразу, до беременности. Вот, потому что понятно, что все должно накопиться, должно нормализоваться, чтобы укрепить коллагеновые волокна, и чтобы укрепить коллагеновые волокна, которые потом могут, соответственно, порваться и появиться растяжки с три. Вот, чтобы предотвратить хотя бы эти проблемы. Поэтому это тоже назначайте девочкам, девушкам, мамам в будущем. Это очень важно. Вот, вы можете, смотрите, я вам сколько уже дала тем для постов в соцсетях, чтобы вы не плевались в потолок, да, и не страдали от того, что у вас нет работы. Вы пишите в соцсетях, например, как заботиться о коже беременных, как витаминизировать кожу, там, вот, можете написать про недостаток витамина Е, что по рукам это определяется. И пациенты вас будут читать, клиенты вас будут читать, ведь какая вы умная и прекрасная, и захотят что-то спросить, вы можете делать платные онлайн-консультации. И вам немножко денег, и без работы не сидите, и, соответственно, пациенты вас больше будут ценить. Ну, вот, то есть элементарно можно работать дистанционно. Гель интенсив регенерация, мой любимый гель. Жалко, что его нет в количестве одного литра, а только 100 грамм. Вот, в нем содержится у нас из из витаминов пантенол. Пантенол, что у нас делает? Да, пантенол, это у нас заживление ран, регенерация, противовоспалительный эффект. В принципе, пока все сидят дома, ну, наверное, меньше травматизм, но все равно тем, у кого те же аллергии на кожу, какой-то атопический дерматит, сейчас дома начинают есть от нечего делать много фруктов, много конфет, каких-то печенек, и получают, в том числе, высыпание на кожу, вот, как противовоспалительное средство, можно использовать гель-интенсив регенерацию, потому что он очень хорошо помогает в этом деле. Плюс, конечно, энтеросорбенты и диету. Вот, это из того, что шутки про то, что после карантина мы не сможем пролезть в дверь. Вот, чтобы хотя бы на коже не так все это зудело, не так все это краснело, очень хорошо помогает, действительно, гель-интенсив регенерация. Плюс сейчас все сидят дома и с животными, и с детьми, и с животными с детьми, вот, особенно если мы берем кошек, ну, травматизм в плане животных, это что, это царапины, какие-то укусы могут быть, потому что, ну, соответственно, все это тоже можно замазывать гель-интенсив регенерация, сразу же, прям на кровь, не бояться, заживают быстро, без шрамов и так далее. То есть, это такая первая помощь в каждой аптечке должна быть. Так, лосян-концентрат нео. Здесь нет как таковых именно самих витаминов, да, то есть витамина А, Б, С, Д, Е. Здесь фосфолипидный комплекс с дегидрокверцитином. Фосфолипиды – это, в принципе, клеточность, это компоненты клеточной стенки. То есть, назвать это прям витамином нельзя, но здесь много антиоксидантов. Экстракты растений тоже содержат, витамины, безусловно, тоже содержат много антиоксидантов. То есть, хорошее тоже будет, как такой лосьон-сыворотка, его удобнее не на ватный диск, хотя это кто как больше любит, его даже удобнее просто брызгать на лицо и на декольте. В принципе, при гиповитаминозе для зрелой кожи тоже хорошо, для кожи курильщика тоже хорошо. То есть, это вот как такой вкусный тоник, да, вкусный тоник, добавка к любому уходу. То есть, если у человека там свой какой-то сверхуход, там, не знаю, любит только люксовые марки и так далее, там, явно на шанели, только на шанели, можно сказать, ну, попробуйте, вот, побрызгайтесь, вот, хоть что-то, хоть что-то хорошее сделайте себе, то можно вот этот тоник предлагать, потому что это прям концентрат. его не зря назвали концентратом, он будет тоже помогать. Наносить его, опять же, можно как после умывания, то есть, как тоник, а можно уже после всего ухода, просто сверху. Это уже кто как к чему привык, на самом деле, все равно. Но только не на тональный крем. И еще наш, тоже уже не очень новый тоник с альфа-гидроксикислотами, он тоже содержит витамины Е, С и В5. Плюс соли, да, мы помним, что не только витаминоз, но еще и нехватка по солям тоже, безусловно, влияет на наш организм и на нашу кожу, на наши волосы, которые, например, от нехватка меди сидеют, от нехватка цинка выпадают. Плюс нехваток цинка и меди достаточно часто встречается. То есть сейчас вот я, ну, с полгода, а нет, с каких полгода, с декабря, наверное, я начала всех заставлять сдавать анализы. И сама в том числе сдала много очень анализов, включая генетический тест. И часто встречается нехватка по цинку и меди. Поэтому, кроме того, что мы это можем есть, ну, или отказываться есть, да, внутрь мы, как минимум, можем это наносить снаружи, хуже не будет. Вот. Напоминаю, единственное, что да, этот тоник, он витаминизирует и отшелушивает. То есть у тех, у кого нет гиперкератоза, как у меня. Например, у меня нет гиперкератоза, кожа не склонна к гиперкератозу. Этот тоник можно наносить один-два раза в неделю, чаще не советую. Потому что он отшелушит, потом вы будете пять часов смотреть в окно, и у вас может появиться пигментация. Для жирной кожи, для зрелой кожи с гиперкератозом можно использовать чаще, допустим, на ночь, там, каждый день, или, там, через день использовать. Вот. Но просто будьте осторожны, если кожа начнет сохнуть. То есть это больше тоник для жирной именно кожи. Вот. Для жирной кожи прям вообще отлично. Для жирной кожи, для проблемной кожи. Но не для сухой. Для сухой не более двух раз в неделю. Потому что самое главное помнить, что он отшелушивает. Когда у нас тонкий слой эпидермиса, кожа не защищена слоем именно мертвых и полумертвых клеток от солнца, да, от солнечной кучи, от ультрафиолета. И она гораздо активнее вырабатывает мелатонин. Меланин. То есть пигмент вырабатывает гораздо активнее. Меланосома меланин. Уже путаю с адаптогеном совсем уже. Чтобы не получить пигментацию. Потому что весна – это самое такое противное время по пигментации. Потому что люди все рады солнышку. Люди греются на солнышке, даже через окна. И в итоге, к сожалению, получают пигментацию. Потому что кожа ни от чего не защищена. А кожа не привыкла. Только что была зима. Кожа вообще расслабилась. Ей вообще хорошо было в плане пигментации. Да, не кожа расслабилась, а клетки, которые вырабатывают пигмент. У них был отпуск. И тут внезапно весна, внезапно рабочий день. И они сразу вырабатывают много пигмента. Меланоситы. Переходим еще к кремикам. Крем питательный массажный. Это намек на то, что по нему очень хорошо делать самомассаж. Единственное, что его лучше, даже не лучше, а обязательно после самомассажа смыть. Иначе может быть комедогенный эффект. То есть могут появиться комедоны, могут появиться прыщики, акне, обостриться. Но это происходит не с первого раза. Это где-то через дня 4-5, если каждый день делать. Тоже проверено на людях. По моим марафонам самомассажа, кто делал и не смывал, кому было приятно, что он впитался, те получали, в принципе, высыпание. Поэтому обязательно, если не водой, то хотя бы тоником надо смыть. Что хорошего? Все хорошее в этом креме. Витамин Е, о котором я говорила. То есть понимаем, что при пигментации очень хорошо будет. На руки очень хорошо будет. На тело очень хорошо будет тоже. Есть большие упаковки. То есть он, в принципе, и так в 100 мл. Это уже не маленькая упаковка. И если вы тело хотите, то 250 мл упаковка вообще отлично. Аккуратнее с областью вокруг глаз. Самый массаж, которым я учу, это массаж Патанаки. Он же Асахи массаж. Там на веки тоже наносится. Может... Вот тут есть эфирное масло апельсина. Может давать аллергию и раздражение. Даже не столько это аллергия. Это именно дерматит контактный. Не аллергический, а простой контактный дерматит. Потому что любые эфирные масла... Я почему не люблю эту натуральную косметику? Потому что там очень много эфирных масел, которые очень аллергенны. А у меня кожа раньше, во всяком случае, была очень чувствительная. И аллергию он давал вообще на все. Поэтому я очень люблю гильдек, на который у меня нет никакой аллергии. И все вообще отлично. И у многих так. Так вот, эфирное масло апельсина может давать некоторое раздражение на веки. Поэтому аккуратнее. Не наносите в большом количестве. Наносите слишком близко. То есть, вот... Это надо отслеживать. Если вдруг началось покраснение, начали чесаться глаза, значит, просто прекращаем на некоторое время использовать. Или наносим там на руки, на тело. И подальше от глаз. Не знаю, вокруг рта, на лоб. Вот. Но это скорее вот бывает при именно самомассаже. Так, у меня пишет не стабильно. А, все, подключение стабильно. У меня уже второй раз, по-моему, был сбой. Я надеюсь, что я у вас не пропадала. Но я им, в общем-то, ничего и не говорила особо. Так. Крем увлажняющий. Наш первый и самый любимый крем. Он универсальный. То есть, он подходит для любой кожи. Абсолютно. Не вызывает никаких ни комедонов, ни обострения акне. Наоборот, успокаивает. Наоборот, у меня люди с акне его очень любят. Потому что бывает все-таки, ну, и пересушенность кожи таких пациентов. И нарушение барьера, в первую очередь, этот крем очень хорошо восстанавливает барьер. Опять же, тут у нас пантенол. Вот. И различные масла, которые содержат витамин Е. Они всегда его содержат. Алоэ, вера содержат тоже некоторые витамины. Мы получаем тоже такую некоторую витаминизацию. Успокаивающие свойства. Увлажнение и восстановление пидоэпидермального барьера. И напоминаю, что есть СПФ-12. То есть, для города этого достаточно. Чтобы дойти до магазина и назад, этого достаточно. Или погулять в радиусе 100 метров вокруг дома. Бензофенон дает как раз солнцезащиту. Вот это химический фильтр. Ну, и для тех, кто боится аллергии на химию. Ну, я надеюсь, что таких нет. Потому что все понимают, что гильтек – одна из самых безопасных косметик. Вот. Профессиональных. И все здесь проверяется очень жестко. В том числе на мне, как на аллергике. Я на своих веках это все проверяю. Они у меня очень чувствительные. И все вообще отлично. Этот крем я даже советую в том числе на веки наносить. У кого сухая кожа век. То есть, если крем массажный я не советую на веки наносить. Потому что за счет масла, эфирного масла апельсина может давать раздражение. То крем увлажняющий, наоборот, очень хорош для век. Несмотря на бензофенон. Потому что обычно все средства, содержащие химические фильтры, не рекомендуют для век. Но здесь его немножко. Никакой реакции у меня никогда не было. Вот. Хотя как-то у меня солнцезащитный крем другой фирмы попал в глаз. Это было в Болгарии. С родителем мы вообще хотели пойти на пляж или куда-то. Я час плакала одним глазом, у меня никак не смывало. Ну, то есть попало прям чуть-чуть. И это была тридцаточка, даже была не пятидесятка. Тогда еще наших пятидесятки не было. Вот. Это было ужасно, потому что глаз плакал и не мог остановиться. И пока я не воспользовалась нашими салфетками, блефаросалфетками, у меня глаз отказывался вообще функционировать. Ну, и, соответственно, мы никуда не пошли. Вот. После салфетки буквально в течение, по-моему, 30 секунд все прошло. Там, или минута прошла. Все прошло. Я еще думала, что я раньше не догадалась. Чего я ждала целый час. Вот. И блефарогель потом нанесла, и вообще все было отлично. Так что вот это, ну, то есть это, чтобы вы поняли, насколько солнцезащитные, почему солнцезащитные средства не рекомендуют наносить на область век. Это раз. Второе. Почему этот крем можно наносить на область век? Потому что я его на себе испробовала, у меня очень чувствительные веки. Ну, и здесь действительно все очень нежное. Так. Еще одна новинка. Обязательно, кстати, на нее обратите внимание. Это сыворотка Probioskin, которая разработана по новейшим таким тенденциям в косметике, вообще в индустрии косметики, профессиональной, да и любой, на основе того, что мы все дружим с нашим микробиомом. У нас есть микробиом в кишечнике, у нас есть микробиом, то есть это наш внутренний микробиом, и наш наружный микробиом – это бактерии, ну, там, вирусы и грибы, которые живут на коже. Соответственно, то есть раньше как-то об этом думали только про влагалище, да, ну и дисбактериоз, да, в кишечнике. Больше как-то дисбиоз влагалища, дисбиоз в кишечнике. Так, все. Сейчас доказано, что микробиом участвует настолько сильно в нашей жизни, в нашем здоровье, в нашем функционировании, даже в функционировании нашего мозга. Микробиом кишечника влияет, ну, то есть нарушенный микробиом с детства влияет и на психические различные заболевания, и вот этот детский синдром, как он называется, когда ребенок слишком активный и неусидчивый, да, вылетел из головы, из ГВД. В общем, куда ни плюн, везде наш микробиом должен работать. То есть в кишечнике вырабатывается 80% серотонина, который вообще-то нейромедиатор, да, то есть который в мозге вырабатывается. Мелатонин вырабатывается в кишечнике, то есть это адаптоген, тоже мозговой вообще-то нейромедиатор, за счет которого мы засыпаем. Ну и вообще он влияет на циркадный ритм. В кишечнике вырабатывается витамин К, которым, по-моему, узнали все, кто начал читать про витамин Д. что с витамином Д надо пить еще и витамин К. На самом деле, правильный витамин К не так просто найти, не так просто его пить. Поэтому можно и заморачиваться, он вырабатывается в кишечнике. Так. А у остальных звук есть? Потому что только Тамара жалуется. У меня пишут, что у меня все хорошо в плане связи. Ну, Тамара, я могу только вам посоветовать пересмотреть через пару дней, когда придет вам на почту запись. Вот. Надеюсь, что появится. Так, про микробиом возвращаемся. Ну, микробиом в кишечнике вырабатывает кучу витаминов группы В. То есть, это не только мы их едим, а нам еще и микробиом помогает. Плюс они влияют тоже все... Ну, мы знаем, что витамины группы В очень влияют на наше нервное состояние, психическое состояние. И, соответственно, то есть, их надо не только есть, а нужно, чтобы наш кишечник их вырабатывал. Вот. И когда мы их едим, например, то и нервишечки нормальные становятся. Ну, в общем, с кожей, микробиом кожи не так хорошо изучен. То есть, понятно, что его изучали в плане лечения акне. Его изучали в плане атопического дерматита, потому что там золотистый стафилококк вообще в коже живет активно. И вызывает... Ну, то есть, этот диагноз можно поставить еще и по анализу на стафилококк. Соответственно, очень сейчас активно занимаются микробиомом, и стало понятно, что с микробиомом надо дружить, что нельзя все время мыть руки, ну, это давно уже известно, мыть руки дезинфицирующим всяким мылом и все время протирать там спиртовыми салфетками и так далее. Ну, или какими-то, может быть, не спиртовыми, ну, не знаю, возьмите перики с водородом. Потому что мы таким образом убиваем микробиом, и от этого кожа сразу же становится сухой, раздраженной, появляются трещины, появляются аллергические всякие пятна и так далее. Соответственно, в первую очередь вспоминаем рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения по борьбе и защите себя с коронавирусом, да, то есть это использование дезинфицирующих средств. Я прошу или там мыть руки 20, не менее 20 секунд активно тоже мылом. Это все хорошо, но после того, как вы 20 раз в день помоете по 20 секунд руки мылом, я вам как хирург говорю, которая однажды сожгла себе по локоть руки дезинфицирующими средствами, там просто развели неправильно. Я как хирург это говорю, как наблюдающая за другими хирургами, которые имели аллергию на дезинфицирующие средства, которое появилось в процессе, соответственно, регулярного использования. Хирурги делают от одной до трех операций в день, то есть они не каждые 5 секунд моют руки дезинфицирующими средствами, чтобы тоже вам было понятно, да, то есть это не так часто. То есть вы сейчас начинаете использовать дезинфицирующие средства, не реже, чем хирурги. Соответственно, за месяц вы можете получить такие картины на руках, что вам дерматологи будут очень долго помогать. Поэтому я вас прошу не в смысле не использовать их, а в ситуациях, когда нужно потрогать дверные ручки, кнопки лифта и так далее, просто возьмите, не знаю, салфетку бумажную, нажмите на эту кнопку на руках салфеткой, и выкиньте в эту бумажную салфетку. И все. Можете с собой носить пакетик, туда складывать эти бумажные салфетки, потом выкинуть их. Это не проблема. Зато вы знаете, что ваши руки чистые. Можете носить перчатки, но в перчатках вы все равно будете себя чесать. Да? А если же у вас рука остается чистой, вы можете себя и чесать, и что угодно делать. И вам не нужны часто использования ДЭС-средств. Кстати, я заметила, что в аптеках сейчас все-таки люди там работают, не просто продавцы, да, а люди с хоть каким-то медицинским образованием, то есть провизорским, они двери оставляют открытой. Но вот сейчас, вы знаете, сейчас холодно уже, похолодало, а вот они же не просто так двери оставляли открытой, а чтобы у людей, которые пришли в аптеку, была возможность открыть ее не ладонью. Вот. Вы, наверное, об этом не задумывались? Вообще-то это так. Вот. Поэтому берите с собой салфетки. Там это может быть нарванная туалетная бумага, в конце концов, дешевая сердита. Выкидывать не обязательно сразу под ноги, складывайте в пакетик, потом выкиньте. Но так вы убережете свой микробиом рук от смерти, да, потому что, поверьте, если вы его убьете, у вас будет дисгидротическая экзема на руках, которая лечится очень тяжело, и жить без рук очень тяжело. Вот. Очень сложно. Легче, чем без ног, но, ну, то есть, когда вы не сможете не помыть их, потому что это боль, это трещины до крови и так далее. Когда вы не можете почистить зубы, то есть вам нужно какие-то перчатки надевать. Ну, то есть вот когда вы все остальное тело помыть можете, а руки при этом мочить не можете. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Вот. Так. Гиллитек не может производить антисептик спиртовой. Они могут писали, в Телеграме, по-моему, писали на канале. Почему? Ну, во-первых, ну, во-первых, ну, во-первых, это спирт, ну, спирт огнеопасен. Нужны другие условия безопасности. Во-вторых, регистрацию нужно проводить, каждый продукт новый, который производится. И даже если регистрацию проходить как косметического средства, там, типа с дезинфицирующими свойствами, а не как аптечного спиртосодержащего это средство, да, ну, профессионально, ну, не знаю, то все равно это займет, там, полгода. Вам это уже будет не в тему. Короче, невозможно. Они могут маленькие партии только для внутреннего пользования сделать. И все. К сожалению. Поэтому вот я вам сказала, можно жить спокойно без антисептиков. Просто, во-первых, закон, не трогайте лицо руками, там, на улице, в магазине и так далее. От этого очень хорошо помогает маска. Вы все равно должны выходить в маске. Прямо на улице не обязательно дышать в маске, да, там свежий воздух. Но если люди есть, то вы обязательно должны надевать маску. И пока вы в маске, ну, и очки желательно, чтобы вам в глаза не накашляли, пока вы в маске и очках, вы не сможете потрогать лицо. Все. Это отличная защита от того, чтобы не трогать лицо. Как только вы пришли домой, мойте руки с мылом. Все. Ну, вот. Соответственно, никакой антисептик вам не нужен. Так. Возвращаемся к сыворотке, пробязке. Она содержит, ну, витамин С и Депантенол, гиалуронку, как всегда, и еще целый букет различных про- и пребиотиков. То есть, это лизат и бифидолактобактерии, это инулин и альфа-глюкан. Альфа-глюкан еще, кстати, местный иммунитет повышает. В принципе, восстановление микрофлоры, микробиоты кожи улучшает местный иммунитет кожи. Поэтому людям с акне эта сыворотка очень поможет. Поэтому людям с атопическим дерматитом и аллергиями на кожу тоже эта сыворотка очень хорошо поможет. Поэтому у кого вот чувствительная сухая кожа, раздраженная кожа, очень советую. И сейчас, да, ее можно даже покупать для рук. Единственное, что ее нет в больших упаковках. То есть, это будет немножечко... Вы привыкли на руках экономить. Это будет дороговато, наверное, для рук. 30 мл всего она в объеме. Но попробуйте. Особенно кто уже дезинфицировал руки до такой степени, что там пошла аллергия. Потому что глюкокортикостероиды вас не спасут. Да, они снимут временное воспаление, но они никак не восстановят микробиом. Это его надо восстанавливать.